Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбь, ненимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня неделя по кресту воздвижения, и Церковь напутствует нас такими словами. Господь говорит, обращаясь к каждому из нас, Аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе. Да возьмет крест свой и по мне грядет. Если кто хочет душу сохранить в мире всем прелюбодейным и грешным, Вечность ее потеряет. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, Тот вечности обретет ю. Кая польза человеку, аще приобрещет мир, мир весь, А душе своей навредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Кто постыдится меня, вроде всем, Того и я постыжусь пред Отцом моим небесным. А кто исповедует меня пред человеки, Того и я исповедую пред ангелы Божьими. Несколько слов, в которых записана жизненная программа Всякого христианина. Но в первую очередь важное условие, Наиважнейшее. Отношение с Богом — это отношение любви. Насильно мил не будешь, и невольник не богомольник. Поэтому первое слово в этой программе — Кто хочет? Ну потому что человек, он спокойно может не захотеть. Ну как часто бывает, Когда возникают жизненные потрясения, Когда гром гремит, И человек вроде в этот момент, Он собирается, мобилизуется, Призывает Бога, И делает какой-то шаг к покаянию, К исправлению жизни. Гроза проходит, Человек успокаивается и говорит, Да, как поросенок ниф-ниф, Мы еще погуляем, Еще зима нескоро, Мы еще побегаем по лужайке. И разворачивается. Кто хочет? Очень важно, чтобы человек захотел. Да, отвержиться себя. Отвержиться себя — это важнейшее условие, Потому что главный корень наших бед и несчастья — Это самолюбие. Это корень, Из которого растет славолюбие, Сребролюбие и сластолюбие. Которые, вот эти три ветви, Потом разделяются на следующие, Более еще разветвленные, Чревоугодие, блуд, Сребролюбие, гнев, печаль, Уныне, числавие, гордость. Такое древо страсти. И там уже на этих ветках всевозможные сотни и сотни грехов, Которыми человек тешит свое самолюбие. Потому что всегда он поступает так, как хочет. Отвергнуться себя. Взять крест свой. Ну, в этом выражении мы говорим о том, Что у каждого человека есть Богом данный жизненный путь. Крест может быть для кого-то богатство, Для кого-то бедность, Для кого-то уродство, Для кого-то красота, Для кого-то соседи, Для кого-то родители, Для кого-то дети, Для кого-то муж или жена. У каждого свои жизненные испытания, Потому что человек не может расти без испытания, Или по-славянски искушения, Или по-латински экзамен. То есть любое стеснение обстоятельств, Это всегда Богом поставленная задача, Которая нужно решить. Решить, найти правильное решение по Христовому, То есть найти по евангельскому духу, По настроению. Где-то потерпеть, Где-то выйти навстречу, Где-то сказать слово правды. В каждом случае свое решение. И вот вся совокупность наших жизненных обстоятельств, Ну и в ангельском языке можно назвать крест свой, Который дан нам Богом. И следует за мной. Важное указание. Потому что часто человек думает, Что вот он покрестится, Ему будет счастье. У них так прямо и есть в мотивах, Что я хочу покреститься, Чтобы Бог мне помогал, Чтобы ангел-хранитель был, Чтобы все было хорошо. Обычно крещение, Это взятие на себя как раз вот креста Христова, Это погружение в его смерть, В воскресение, в его жизнь. Следует за мной. Куда Господь нес свой крест, Все знают. На Голгофу. Поэтому прежде, чем наступит воскресение, Всегда нужно пройти через Голгофу. Ну и дальше Господь говорит, Кто хочет жизнь свою сохранить, У нас сейчас это просто идея фикс. Сохранить жизнь, Как можно дольше прожить, Как можно комфортнее, благополучнее. Поэтому главная ценность у человека, Это деньги, которых, если есть, Ты можешь себе доставлять удовольствие безграничное. Если ты в этом мире эту жизнь приобретешь, То ты вечность ее потеряешь. Вот так оно все устроено. Чем больше человек в материальной, Тем меньше он в духовной. И наоборот, если человек потеряет жизнь свою, Ну так это говорится, Потеряет. То есть если он свою жизнь не стратит на то, Чтобы послужить Евангелию, То он вечности обретет. Что толку? Какая польза, если человеку приобретет весь мир? Ну какой смысл, если он будет президентом, Олигархом, путешественником, Великим Великим Открывателем. Но если он душе своей повредит, Какой выкуп даст человек за душу свою? Подводится жизненная черта. Человек встает на Божий суд. И вот он приносит с собой чемодан долларов И говорит, Господи, вот я столько нажил, Давай сочтемся. Я тебе выкуп, а ты мне добрую душу. Ну нет, за деньги же не купишь Ни добро, ни честность, ни жертвенность, ни милость. Эти вещи не приобретаются другими способами. Что толку? Если человек приобретет весь мир, А душе своей навредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Важнейшее Евангелие, Которое нужно осмысливать, жить, думать об этом. Вот, конечно, делать выводы. Очень важно, чтобы мы вечность все-таки приобрели В жизнь вечную, а не в вечную смерть. Помогай нам всем, Господь.